Приветствую всех на своем канале и в этом видео я хочу поделиться с вами покупками за март месяц. Их было не так много, но они все-таки были. И поэтому, если вам интересно, дакайте ему видео, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятнейшего просмотра. Начну я с нашего первого похода в Улыбку Радуги. И там я увидела вот это мыло и мне захотелось его. Банан, скоро Вейвен тоже, да, выйдет банан. И это крем-мыло. Обладает ярким ароматом, содержит увлажняющую компоненту от Диликеа. Это мыльце было по акции всего лишь 60 рублей в объеме 500 мл. Я его, конечно же, взяла. Оно идет среднее по консистенции, ближе к жидкому, ярко-желтого цвета. И по составу здесь, по-моему, вообще ничего. Нет, здесь есть, кстати говоря, экстракт банана. Вот, чуть-чуть есть что-то натуральное. Открытый он, может быть, 12 месяцев. Изготовлен он в этом году, в 19-м. И тут, в общем, всякие интересные такие вещи написаны. Но мне очень понравилось это мыло. Оно остается на какое-то время на коже. Мыло идет с удобным дозатором. И аромат его очень вкусный, натурального банана. Просто, я не знаю, здесь химии, мне кажется, вообще-вообще нет. Там еще было шоколадное, сейчас оно стоит. Но я очень довольна, что взяла банановое. К сожалению, на кожу рук этот аромат не остается на моей семье. И мне он очень понравился. Могу вам его посоветовать. И мыло даже вышло всего лишь 52 рубля 50 копеек. То есть, со скидкой. Совсем недорого, очень бюджетно. Взяла еще сыну щетку за 85 рублей 10 копеек. Тоже бюджетно она была. Вот такая вот щетка для зубов. Это Аквафреш. Щетка шла в мои большие зубки, по-моему, от 6 лет. Она очень средняя такой набитости. Удобная. Мягкая очень. Можно ее ставить на присоски. Этим мне щетка понравилась. Поэтому и сыну мне тоже понравилась. Такая расцветка зелено-голубая. Удобная, классная. Могу ее посоветовать. Вот здесь вот она еще такая вся мягкая, гнется, хорошая, приятная. Если у вас есть детки в таком возрасте, то могу данную щетку вам посоветовать. Следующее то, что покажу, когда ходила в Ауру, купила. Вот эти все покупки у меня еще, по-моему, недели-две или с начала месяца идут. Вот еще купила я вот перед этим вот такую серию. Истратила половину, даже больше. Это Коко Органик. Заходила я в магазин Органик. Органики, да, у нас есть мега увлажняющий кокосовый био-шампунь. У меня было что-то из данной серии, не помню точно, поиграла в Лубке Радуги. Здесь посмотрела, что бюджетно, недорого. И решила взять мега увлажняющий кокосовый шампунь. 250 мл. По составу здесь есть витамины, кератин есть, масла есть, какао, да, например, кокоса на втором месте. То есть состав шампуня хороший. Средства были зафольгированы. Идут они густые. Белоперламутрового цвета. Аромат таких конфет кокоса, то есть не совсем уж натурального кокоса. Сладенький очень аромат кокоса, сладкий. Понравился аромат. На какое-то время он даже остается на волосах. Шампунь идет, хорошо увлажна действительно кожу головы. Но я заметила, что у меня с этой серией немного быстрее голова жирнится. Может быть за счет этого увлажнения как раз. Но чистоты на сутки, на день хватит. После этого нужно будет повторно мыть голову. Но, в общем и целом, неплохая вещь. Могу посоветовать шампунь. И, конечно, я взяла в парку к нему бальзам. Это кокосовый биобальзам для волос. Без СЛС, без парабетного детокс ваших волос. Здесь то, что еще заявлено, кроме того, что там было. Ну и там тоже. Бальзам уже у меня чуть-чуть побольше. Он идет погуще. И также белого цвета. С таким же приятным сладким ароматом кокоса. Бальзам мне понравился. Он хороший, мягкий. Вымывается довольно сложно с волос. Но приятные после него ощущения. Мягкости, увлажненности какой-то. Да, действительно есть. Мне понравилась эта серия. Более подробно буду говорить о них в пустых баночках. Может быть, как-то даже повторю. Потому что пока мне она очень и очень подошла. Ну и упаковки такие классные, яркие, голубые, поднимающие настроение. Могу посоветовать эту серию. Дальше давайте тоже, не отходя далеко от зубных щеток, зубные пасты. Купила я сыну в запас вот такую вот зубную пасту со смешариками. 4-8 лет для молочных зубов. Детская зубная паста. Это Бамболина. Такая коробочка жизнеразвестная, классная. Ну, конечно, если вы уже посмотрели, что там внутри. Там паста 50 мл со вкусом банана и клубники. Такая вот паста. И она идет зафольгированная, что удобно. Но мы пасту пока полностью не истратим, если она не даем. Поэтому будем ждать, и она будет ждать своего часа. Паста стоила 64 рубля. То есть, недорого, бюджетно. Покупала я ее в Улыбке-Радуге. Могу посоветовать. Но более подробно, конечно, тоже буду рассказывать уже в пустых панночках. И нам пока... Я не пробовала эту пасту, но решила нам с мужем взять попробовать этот вот биомет. Уж очень ценная у нее была привлекательная 69 рублей. Это в магните... Ой, говорю, все. Это мы покупали в пятерочке продуктовом. Но она была 69 рублей, поэтому я решила взять недорого. Очень дорого сейчас стала сплэт паста стоить. И поэтому я решила взять данную. 100 мл в ней. Конкретно, которую я взяла, идет бережное отбеливание и укрепление чувствительной эмали. Паста выглядит следующим образом. Она идет такая светлая. Там было несколько видов. И данная паста заявлена, что содержит экстракт ананаса. Обеспечивает очищение эмали от зубного налета. Так, фосфат кальция в ней есть, кокосовое масло и экстракт корицы. Вот. Также в ней есть еще другие компоненты. И подорожник и листья березы еще содержит. Вот. Попробую как паста. Надеюсь, вам сейчас видно стало лучше, потому что я сейчас включила свет. Мне часто пишут, что у меня как бы уже темное лицо. Попробую сегодня снимать уже при свете. Потому что у нас около 4 часов дня. И темнеет уже. Вот. Ну, давайте вернемся к пасте. Паста была зафольгирована. Но уже пока предыдущий ролик снимала. Предыдущий дубль я ее открыла. И как раз можно посмотреть. Она идет такая, знаете, белогелевая. По консистенции. Но пахнет она мятой. То есть, я здесь не чувствую никакой ни березы, ни кокоса. Вот. Посмотрим, проверим. Если у вас была такая паста, напишите, пожалуйста, в комментариях, как она вам. Потому что мы ее берем первый раз. И из такого хозяйственного, хозяйского, последнее, что я вам покажу. У меня уже окончательно размахлилась мочалка. Трифлейн покажу вам ее в следующих пустых баночках. И я себе взяла новую мочалку. Вот такую вот желтую. Очень плотно набитую. Мочалка. Это была в лупике радуги всего лишь за 52 рубля. Сегодня вот я и помылась. Первый раз. Да, гель на ней какое-то время остается. Она небольшая, но очень удобная. Вот если вы любите из такого разряда мочалки, то вот эту, которую у меня могу посоветовать. Всего лишь, по-моему, 52 рубля она стоила. Бюджетно. И хорошая мочалка. И совсем немного в этом месяце у меня была декоративная косметика. Получается 4 продукта, но они были. Я вам их с удовольствием покажу. Первое, то что купила, еще пока не использовала часто, потому что заканчиваю судьбем пудру от Эстрады. Она такая среднего тона. Вот эта пудра была светлее. Это от Ruta Color Cosmetics. Я ее купила у нас в магазине Лотос. Всего лишь за 170 рублей на втором этаже. Это пудра компактная с зеркалом и спонжем. Для всех типов кожи. По-моему, оставила я, да, спонжик вам показать. Вот такое вот зеркало большое, удобное. Спонж дальше идет, который я буду, наверное, выбрасывать как раз после видео, потому что я не пользуюсь спонжем, а пользуюсь кистями. Вот такая вот пленочка. И сама пудра. Вот такого она оттенка, довольно-таки светлого. Пудра идет мелкого помола, светло-бежевого оттенка. Мне эта пудра очень понравилась. Я ее наносила пару раз на лицо. Неплохо она фиксирует. При этом она лежит тонким слоем. У меня это оттенки в тоне. 12. В пудре заявлено 7 грамм. И срок годности у нее 18 месяцев после открытия. Ну, за 170 рублей. За такую бюджетность. У нас, кстати, очень много оказалось в магазине Лотос. Всего остальные покупки я просто покажу вам тоже оттуда. На втором этаже. И мне эта пудра понравилась. Могу вам ее посоветовать. Ну, мне все это время в видео вы видите эту яркую помаду. Она меня заинтересовала. Она была всего лишь в одном оттенке. И эта помада была Диваж. Я такая подумала, что 120 рублей. Это очень дешево для помады Диваж. Но не зря я поняла, что это распродажа по срокам годности. Так оно и было. Помада сроком годности до сентября. То есть до 9. 2019 года. Но я думаю, что я все равно и с удовольствием попользуюсь. Помада эта у меня в оттенке в тоне 25. Которую вы видите у меня на губах. Это такой ярко-розовый цвет. С одной стороны это фуксия. С другой стороны просто такое поднимающее настроение. Я себе такой захотела, конечно, тон. Помада выглядит не очень презентабельно. Это я уже ей попользовалась два дня. Но она идет в прекрасном оттенке. Оттенок я вам сейчас покажу. Он такой насыщенно-розовый. В нем есть блестки. Блестки эти чуть-чуть чувствуются на губах. Но при этом, если ее наносить на бальзам, она довольно мягкая. Помада не заявлена стойкой. Имеет приятный такой сладковатый аромат. Яркий, красивый тон. Конечно, не под все подходящее. Но сейчас я максимально постаралась подобрать что-то из одежды и из косметики. Из аксессуаров, подходящий именно под данную помаду. Буду ей с удовольствием пользоваться. По стойкости она где-то держится часа два. Блестки эти красиво переливаются. И не нужно на помаду наносить уже блеск. Ну, а то, что срок годности небольшой, то цена была очень-очень невелика. Поэтому покупкой я довольна. В очередной раз я купила, я уже не знаю, в какой сыворотку от Эверин свою. Я покажу вам зачистки, которые у меня будет, наверное, просто зачистку весны сделаю. Я пока там складываю косметику. В том числе, там у меня была зеленая сыворотка от Эверин. Теперь вот такая вот с голубой крышкой. Восемь в одном она заявлена. Разницы между зеленым и голубым я уже говорила, я не вижу. Для меня они тоже не являются какими-то лечебными, профилактическими. Но есть одно но. Почему я их постоянно беру? Потому что это очень хорошая основа под туши. Практически любая тушь с этой сывороткой работает хорошо. Если не отлично, то хотя бы хорошо. Есть, конечно, туши, которые сами по себе провальные. Они ни с какой сывороткой никогда работают. Но если тушь средняя или более-менее, то она будет работать с этой сывороткой хорошо. Мне ее хватает месяца на 2-3. Так как она идет белого цвета, она, конечно, иногда пачкается. Ее нужно периодически менять. Покажу вам ее кисточку. Кисточка идет удобная себе. Ну, такая силиконовая прямая. То есть, ей удобно наносить. И я заметила, что если я сразу делаю форму лесничек, да, как мне нужно, вот этой вот сывороткой сегодня, в том числе, я ее первый раз воспользовалась. Она хорошего качества. То у меня и тушь ложится очень хорошо, удлиняет, делает объем и так далее. То есть, сыворотка-то работает очень хорошо как основа под тушь. Она является моим мастхэвом, фаворитом несколько лет. Поэтому, если вы ее еще не пробовали и у вас ее нет в арсенале и в вашей косметичке, то могу вам ее смело посоветовать. И еще говоря о сыворотке, скажу, что она стоила в нашем вот лотосе, вот в этом магазине, небольшом на втором этаже, где я покупала 235 рублей. Сейчас даже по скидках улыбки Радюги за такую цену ее не найти, она там стоит рублей 280, а то и 300. Вот, в общем, там она дешевле оказалась, и поэтому я себе сразу взяла и пользуюсь, и очень довольна. И самый последний мой продукт, который я вам покажу в данном видео, он не последний, ладно. Последний продукт декоративной косметики, который я покажу вам в данном видео, это тоже покупка была из магазина Лотос. Я, по-моему, девочек вроде Машеньки, привет тебе, Мария, видела такую тушь и решила тоже себе взять, может быть не такую, но я просто посмотрела, мне кисточку показывали, я решила вот по кисточке выбрать данную. Это тушь Estrade Oh My Doll, здесь заявлено и объем, и удлинение. Сегодня у меня эта тушь первый раз использована на ресничках, бывает небольших таких тонких слоев, я считаю, что очень хороший эффект. Она ресницы и приподнимает, и делает их черными, в ней 13 мл, и цена была супер бюджетна, всего лишь 147 рублей у данной туши. Упаковка тоже классная в данной туши, сейчас покажу вам кисточку. Кисточка такая в виде елочки, близко посажены на ней щетинки этой кисти, вытянутая и силиконовая. Так как я очень большой любитель силиконовых щеток, мне эта щеточка подошла, тушь меня порадовала, она идет не очень жидко, не очень густая, поэтому пока мои впечатления только самые хорошие и положительные, но буду ее тестировать и дальше. Еще одна вещь была у меня в покупках, но, к сожалению, сейчас упаковку и саму вещь я найти не могу, поэтому это значит будет интереснее. Я покажу это в следующих покупках апреля или мая, я не знаю, когда будет видео, но у меня была небольшая денежка, и я решила купить себе крем корейский. Я его, к сожалению, не могу вам сейчас показать, но обязательно вам покажу. Это синяя упаковка Туба, крем от Мизон ночной, он же крем маска. Вчера я его попробовала, мне он очень понравился, но это только самые первые впечатления, и сам продукт я вам пока не покажу. Вот поэтому покажу вам уже в следующих видео о покупках, ну и будет так интересна, небольшая такая интрига, может быть, как-то мое мнение поменяется в хорошую или в плохую сторону. И на сегодня это все по покупкам, всем желаю отличного настроения, продолжения весны. У нас уже за окном где-то полпятого очень темно, поэтому я уже с электрическим светом, сын у меня проснулся, пойдем мы с ним заниматься, делать монтаж. Всем желаю отличного настроения, удачи, счастья, будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Поставите пальчики вверх, напишите приятные, добрые комментарии, всем отличного настроения и всем до новых встреч!